Кстати говоря, я обещал, что буду еженедельно по воскресеньям напоминать этим судьиным детям по поводу крупной рыбы Розы Канцлер. Интересно, они нашли её, они поймали, вытащили они этот улов на крючке, ведь у них была эта крупная рыба. Интересно, вытащили они её? Надо, напоминайте им об этом обязательно, те, кому они скармливают эту дичь, эти фейки, спрашивайте, как там, ну вот вы написали, дали информацию, а есть ли какие-то продвижения по этой теме, давайте работайте дальше в этом направлении. В том, что Акатеров сидит на наркотиках или нет? Ну, сейчас это понятие наркотиков, оно настолько расширилось, раньше было проще отвечать на такие вопросы, если человек употребляет героин, кокаин, то он типа наркоман, а больше ничего по сути и не было. А сейчас столько разных препаратов, всего. Я могу сказать, что вот на недавний период, когда он был в очень тяжёлом состоянии, перед тем, как вообще уйти в критическое состояние и пропасть со всех радаров, он до этого, помните, ещё выходил в эфиры, и он там был под воздействием каких-то сильных, сильнодействующих препаратов. Да, безусловно, они были, конечно же, они были наркотические, потому что видно было по его состоянию, что он находится под воздействием. Но я не думаю, что это было связано с желанием получить удовольствие, я думаю, это скорее были, это было лечение, это были, видимо, какие-то обезболивающие. Так как у него, ну мы видели, что состояние у него ухудшалось, ухудшалось, потом оно, видимо, было критическим, он вообще пропал, и он настолько пропал, что даже вот этот мятеж Пригожина, он его полностью, ну, публично мы его не видели, что-то там вот его имя написал в телеграм-канале, но он вообще не выступил, ни слова не сказал, хотя это невозможно себе представить, если бы он был в состоянии это сделать. Потом он потихоньку начал снова выкарабкиваться, и сейчас он, ну, видимо, ему получше, во всяком случае, чем тогда. Но если сравнить его сегодняшнее состояние, текущее состояние с Кадыровым, там, года два-три назад, то это совершенно разные два Кадырова, понятно, что он сейчас в гораздо худшем состоянии здоровья. Но в целом он сейчас идет как-то на поправку, сможет ли он выйти на прежнее состояние, не знаю, но уже опасный самый период, я думаю, у него позади. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok